О, я очень счастлив, господин Усман. В Аныт-Кабыр я не ехал уже, наверное, лет 10. А теперь очередь замка Анкары. Ой, клянусь, вы читаете мои мысли. Откуда вы узнали, что мне интересно это место? Да. Ты где? Что делаешь? Дорогая, я на шопинге. Послушай, ты же не с господином Усманом, да? Нет, не волнуйся. Слушай, если ты рядом с господином Усманом, в этот раз я тебя убью. Да нет же. Слушай, все, хватит давить для меня. Мне это уже начало надоедать. Да ладно, делай там, что хочешь. Настроение у вас испортилось? Кто звонил? Что-то плохое случилось? Ой, клянусь, мне совсем нехорошо, господин Усман. Мой муж Эльхам. Устраивает не настоящую тюрьму, а не жизнь. Вот как? Ладно, давайте не будем портить настроение. Мы ведь в замок едем, да? Давайте забудем про замок. Давайте хорошенько сейчас покушаем. Было бы прекрасно. Клянусь, я проголодалась, как волк. Стыдно было сказать, я промолчала. Кязем, отменяем замок. Едем в парк-отель. Видишь? Где ты это нашла? А здесь есть. Я попросил, они дали. Платье свадебного нет, но справится уж с этим. А ты всегда была такой талантливой. Кемаль, что мы делаем здесь? Невеста? Кемаль? Кемаль, что ты делаешь? Дорогая, у нас будет свадьба. Никто не сможет вмешиваться в наши дела. Никто не сможет нам помешать. Станешь моей женой ты. Жизнь моя, у нас будет свадьба. Свадьба. Слушай, ну так ведь нельзя делать. А как это должно быть? Ну не знаю, никто ведь не знает. Мама, Катэк тоже не здесь. Они придут, дорогая, придут. Пойдем. Алло, Хандан, нам конец. Слушай, послушай. Махар и Кемаль подъехали сейчас к ЗАГСу. Добро пожаловать, невеста. Привет. Ну как, тебе сюрприз? Никогда не забудешь это. Да. Но все очень внезапно произошло. Нет-нет, так гораздо лучше. Процесс бракосочетания должен быть незабываемым. А вот празднуйте потом. Это для тебя. Возьми. А если это на волосы тебе нацепи? То дело в шляпе. Спасибо. Ну давай, приходи. Наденем. На что ты смотришь, брат? Слушай, таким разве же них может быть? Снимай ты. Снимай давай. До свадьбы вашей час остался. Бахар. Кем Аля очень тебя любит? Причем очень. Ты не думай ни о чем. Отпусти себя, расслабься. Вы заслужили счастья. Как думаешь, мы все купили? Надеюсь, я ничего не забыла. Ты целый мир скупила. Что ты могла забыть? Конечно, я буду покупать. Он же мой брат. Я ничего не могла сделать Кем Алю. И Бахар тоже давно хотела что-то сделать хорошее. Ладно, дорогая, я ничего не сказал. Слушай, Ферман, дорогой. Раз уж мы едем туда, ты, может быть, тоже зайдешь внутрь. Хотя поздоровайся и выйдешь. Меня не впутывай, Илдис. Ты иди и передавай тебе привет. Да и что я там забыл? Ой, да ладно. Да, дорогой Дженейт. Все нормально, нормально. Ферман меня везет к Кемалю. Кемаль же дома, да? Где он? Чего? Что вы за братья такие, мать ваша? Послушай, скажи я ему, звали вы меня или нет, не суть. Я еду туда. Хорошо, родителям не скажу, никто не узнает. Что случилось? Свадьба, что ли, опять? Да, причем в течение часа у них будет брак заключен, Ферман. Они больные, больные. Нет, как нормальные люди. Организовали бы заранее. Господи, мама, не надо ворчать. Ты же была в числе первых, кто ждал их брака. Вот сегодня они и станут мужем и женой, видишь? Да и с братом все нормально. Хватит уже расстраиваться, Севги Султан, хватит. Ну ладно. Давай пойдем, не будем опаздывать. Секунду, мам, я помаду, мажем помаду. Отлично. Ну вот, это здесь. Спасибо, дорогой. Дальше я пересяду на такси. Ферман, давай ты тоже иди, а? Меня же никто не звал, Илдес. Вы идите как братья и сестра. Отдохните как следует. Ферман, ну не надо так, а пожалуйста. Ладно, я ничего не сказал. Давай, не опаздывай. Ладно. Хотя бы то, что в багажнике, отвези домой к Кемалю. Не глупи, Илдес, там же дома никого нет. Слушай, ну я столько еды наготовил, и все испортится. Да и после церемонии они придут уставшие. Вечером это будет как подарок. Оставишь соседям. Ладно. Прекрасно. Спасибо, дорогой. Давай, увидимся. Ты стала самой прекрасной невестой, которую я видел. Но будет лучше, если мы помаду добавим, чтобы лицо было более цветным. Спасибо, я сделаю. Ну что, как ощущения? Схожу в уборную. Кемаль. Слушай, действительно, вы сегодня распишетесь? Такого нелипого жениха, как ты, я еще не встречал. Да ладно, брат, забудь ты. Давай посмотрим зал. Сообщение от Хандан. Все ли нормально, Сунут? Я слышал, что его пырнули ножом. Хандан. Махар звонит. Алло, мама. Мама, Сунут, там все нормально? Я говорила с ним, говорила. Все нормально. Мама, не надо врать. Я знаю, что его пырнули. Откуда ты узнал? Я же сказала, Кадер не говорит. Мама, скажи мне что-нибудь, нормально все с Умутом? Дорогая, все нормально. Клянусь, все нормально, не волнуйся. Ну а ты говорила с Умутом? Да, говорила, говорила. Голос у него очень приятный был. Все нормально с ним. И с доктором его говорила. Ранили в ногу, но рана не глубокая. Все нормально с ним. Ты не волнуйся. Махар, ты на линии? Да, мам, я здесь. Дорогая, мы идем, успеем. Ты не волнуйся, ладно? Давай. Мама, я ничего не говорила. Здравствуйте, господа. Слушайте, извините. Махар, надеюсь, церемония еще не закончилась? На самом деле, знаешь, я не люблю присоединяться к церемониям, на которые меня не зовут. Поэтому я решил празднование здесь устроить. Я... Да, дорогая. Я не уехала. Узнала про брак и осталась. Знаешь, я сказал, Гилдис. Не сказал бы, она бы меня убила. Но я сказал ей, чтобы она никому не сказала. Ну и правильно, брат. Сестра и так всегда была рядом с нами. Я тоже хочу, чтобы она пришла. Как тебе цветы? Эх, Найзера, эх. Ты смотри, что приключилось, а? Господин Сман считает достойной меня этих выходок. Что все это значит, а? Чем я заслужила все это? Тебе не кажется, что ты преувеличиваешь, сестра? Что-то ты пристала к этой женщине, зациклилась прям. Хорошо. Да, она немножко игривая, но она правда хорошая, неплохая. Да разве она может играть с судьбой своей дочери? Она просто хочет наладить отношения с господин Сманом, и все. Она взяла моего мужа за ручку и говорит, вот там то, тут все. Анкару он ей показывает, а я преувеличиваю. Да? Ты посмотри, что происходит. Время какое, его все еще нет дома. Где ты, а? Где ты? Хандан, что происходит? Что ты делаешь? Я так сейчас не могу рассказать. Ты видеозвонок прими, ладно? Что ты делаешь? Привет. Ну, как говорится, без скандалов-то никуда. Хандан, что происходит? Что ты делаешь? Я скажу. Точнее, ты сама увидишь своими глазами. Кстати говоря, разве может Вуаль настолько не подходить человеку? Да что происходит? Ты что делаешь? Разве это не рядом с нашим домом? Не вздумай делать глупостей. Я не буду делать глупости, дорогая. Это сделают другие. Я буду просто смотреть на это. Конечно, и ты будешь смотреть на это. Хандан, я умоляю тебя. Я предупреждала тебя. Говорила, чтобы ты рассталась с Кемалем. Ты думала, что я не узнаю, а? Ты реально такая тупая, что ли, Бахар? Я... Вчера ты переспала с Кемалем, а сегодня вы распишетесь. Красавица, за все ведь надо платить. Но я же тебе говорила. Говорила, что так же, как я спасла жизнь твоей мамы, я могу и лишить ее этой жизни. Хандан. Давай, выходи, выходи. Не шуми, смотри, давай. Слушай, ну мы опаздываем. Вот зачем нужно было вот столько макияжа, а? Слушай, на такси поедешь. Да, садись. Денег-то много, мы же миллионеры. Здравствуйте, женщины. Здравствуй, братец. Что такое? Что такое? Куда вы собрались? Куда? Какая вам разница? Кадаре, тише. Прочь с дороги. Это будет сложно. Хандан. Умоляю, оставь их. Клянусь, я сделаю все, что ты захочешь. Пожалуйста. Как тебя зовут? Иди-ка сюда. Слушай, пусти меня. Пусти мою дочь. Не трогай ее. Помогите. Мама. 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 Хандан. Умоля, хватит. Пожалуйста, хватит. Тише, женщина. Тише, не надо орать зря. У нас нет денег. Не видите, что ли? Что вам нужно? Неизвестно, есть у вас деньги или нет. Это мы сейчас проверим. Не трогай. Не трогай маму. К чему-то у тебя и маму твою. Пусти мою дочь. Пусти. Так, ну хватит. Мама. Помогите. Помогите. Рот закрой. Ты тупая, что ли? Мама. Помогите. Хандан. Умоляю, оставь их. Клянусь, я сделаю все, что ты хочешь. Пожалуйста. Ты же поняла сейчас, да, дорогая? Этим людям важно только то, что я им скажу. Одно слово. Каждый из них много лет провел в тюрьме по убийству. Можешь быть уверенна, им не будет жалко ни маму твою, ни сестру твою. Потому что ради денег они сделают все. Умоляю тебя, Хандан. Пожалуйста. Тоже... Бахар, ну же тебя ждут. Скоро начнется церемония. Возьми это. Пусти, не трогай маму. Не кричи ты. Так, ну все, хватит, а? Пусти. Пусти. Убери руки. Кадер. Ну все, хватит уже, пойдем. Пустите маму, псины. Пусти. Мама. Казым, дядя рядом с тобой? А, ты подвез их в парк-отель? А, я понял. То есть он миссис госпожа Ризан, да? Нет, ладно, ладно. Я потом с ним свяжусь. Да, удачи тебе. Удачи тебе. Казым, дядя рядом с тобой. но такое красивое место подобает вашему уровню мы сделали декорации здесь и еда здесь очень вкусная мамочка все нормально у а и и и и и и и и и Дорогие гости, в этот счастливый день для семей Кайджан и Козан мы собрались здесь, чтобы создать семью двух молодых людей. Добро пожаловать. Махар, ты взволнована? Твой мамой сетра не успели, но... Невеста взволнована? Значит, можем начинать церемонию. Мама! 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 Мама, встань, пожалуйста! Мама, все нормально? Мама! 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 Вставай, Кадер! Мама! Мамочка, мама! Кадер! Мама! 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 Каждый человек, а где же ты? За ваше здоровье, господин Усман. Вы заставили меня рассмеяться. Надеюсь, вы сейчас заставили смеяться вас. Вы столько всего заказали. Как мы будем это кушать? На каждую понемногу попробуйте. Все выглядит очень вкусно. Махар, дорогая. Кажется, госпожа Бахар капризничает. Я еще раз спрошу. Вы, Бахар Кайжан, признаете Микмед Кемале Кузану в качестве своего мужа? Нет. Госпожа Бахар, пожалуйста, скажите громче. Микмед Кемале Кузан, вы признаете в качестве своего мужа? Нет. Нет, я этого не хочу. Микмед Кемале Кузан, вы признаете муку. Микмед Кемале Кузан, вы признаете муку. Нет. Микмед Кемале Кузан, вы признаете муку.